Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тихо. Два мяса я беру. И вот как раз. Кровь тоже забираю. Почему он дрыгается? Можно сделать, чтобы он не дрыгался? Можно, дайте мне одну сектору. Просто вот за счет стрелы, я думаю, что этот квадроцикл он нашел благодаря тебе, так что ты имеешь полное право его забрать. Все, он не дрыгается. Я сижу, я сижу сзади на квадроцикле. И он начался. Так глупо выглядит Вуки такой на квадроцикле. Те, кстати, эта винтовка очень идет. Какая, которую я выкинул, ты? СВДшка, которая у тебя была. Ну да, очень шла, но я ее выкинул. Так, мы не расслабляемся, он мог просто в колонии идти. Я придумал, как мы можем сохранить атмосферу. Давай, Артур, ты будешь, или Джек, говорить, кого мы убиваем, кого мы не убиваем. Мне так будет проще. Да запросто. Ну что, прокатить с кого-нибудь? Давай я. Да он без бензина. Да. Я видел канистру давно-давно, но я ее не знаю. Так, давай круган до горки. Блин, ну покатай меня. Поехали. Все время мечтал. Ну-ка. Блин, он скоростной, да? А он отремонтировал его полностью. Ой, кто меня сквозь деревья проедет. А это лаги? Да, это лаги. Ну это понятно, но страшно выглядит, конечно. Ну так он, в общем, катается. Ладно, наша остановка. Теперь меня покатай. А теперь Артур не покатай. Я-то на нем катался. Вот для вас новинничка. Давай, посадись. Ура, подзади. Я боюсь. Перевернусь. Ой, он у меня почему-то налево поворачивается во время. А ты два раза альф нажми, чтобы мышкой не управлять. Могут головой крутить, это надо будет нормально управлять. Ага. Да. Ну завалились у меня на сервере. У меня вообще боком дрифтуете, пожалуйста. Если хочешь, сам покатайся. У меня есть надпись в имитации. Но это очень хорошая новость для нас, потому что на сервере есть машины. То есть теперь мы это знаем точно. Теперь я мыл, да? Давай. Что-то он не едет у меня. Блин, что же вы делаете? А ты... Ты меня не знаешь. Поверни его чуть-чуть. Он в гору просто плохо начинает. Во-во-во. Великолепно. Орлято учится летать. Нет, он сломался. Я его сломал. Или бензин. А не, вон, погнал. Бензина полно в нем. Ну как полно? То есть минут на пять хватит. А со стороны били молодого человека, обмародёрили его до нитки, гнали его в квадроцикл, покатались, бросили. Блин, я вас не задам не путаю. Ты не глупись во что-нибудь давай. Так, всё. Гитал. Кстати, у нас обновление сейчас 1.7.2 было, но пришлось ведь катиться, потому что оно ужасно просто работало. Сейчас у нас версия 1.7.1.1, да? Да. На ней, как вы видите, обновление, это то, что теперь пишут зомби живых и зомби Total. Total это в смысле убитые, но лежат. Да, в смысле убитые, но лежат. А где Джонет? Да. Я за этим все. Я за этим все. Там рядом. Я за этим все. Я за этим все. Я все пытаюсь его построить у него в рюкзаке, но у него в том числе. Я думаю, больно-то тут вертеться тоже не стоит, он мог быть как разведчик, потому что, вполне возможно, они просто проверяли, тут свободно все нет, и потом всегда могут пригнать в Урал и УАЗ. Где вы? Мы вперед идет. Я тебя вижу, ты ушел дальше. На 180, друг мой. Влез. 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 Не туда. Влез. Мы уже обратно идем. Нет? Мы идем к Грозовому перевалу. А, все правильно уже налево. Так. Я, по-моему, единственный, кто не пострадал от этих вот всех откатов, от версии. У меня как был бэкпэк, камуфляж, бинтовка. Да меня не особо было. А у меня камуфляж забрали, ну ладно. Кстати, новое обновление вообще замечательное. Теперь появляетесь вы не с Макарычем. С чем появляется народ? С фонариком, бинтом и с чем там еще. И все. И даже еды воды, по-моему, нет. Еды воды нет, да. Только один бинт и... В пользу случаев я сделаю гайд на эту тему. Да, да, да. Заходить, смотреть. Я думаю, на болоте, но просто нужно идти там, где самую первую серию я делал. Там вот не так много зомби, и можно полутать неплохо. Можно. Или около солнечного. Что нам сейчас нужно? Джек потерял свое оружие? А, он уже нашел себя. У меня есть оружие и автомат теперь есть с глушителем. Наша цель транспорт и возможно разбить лагерь, правильно? Ну, наша цель приключения. В принципе, мы быстро находим. Транспорт это неплохо, да? Давайте добро дому переиграем. Наша цель остаться в живых. Угу. Так, у нас симулятор бега по лесу. Да. Кстати, Шустрила говорил, что вот на этом грузовом перевале у нас бывает такая возможность, если там будет дисконнект, то что будет? Мы паяемся в пустыне, в километрах так 30 от ближайшей цивилизации. Ну, прекрасно. Да. Поэтому мы туда и идем. Мы уже рискуем, ребята, да. Да. Нам терять, в принципе, нечего. Падают с тревера, почему бы и не сходить? Сейчас уже постабильнее вроде бы, но все равно это опасно. А когда мы только заходили на этот сервер, у нас был один человек, то есть кто-то вылетел по дисконнектору. Так что я бы тоже особо не расслаблялся от этого сектора вне сервера. О, у меня же есть GPS. Что это такое? GPS умеешь включать. Ну, ты-то уж точно умеешь включать GPS. Я про то, что я веду вас по компасу и по карте, а потом вспомнил, что с бедняги. А у меня GPS нет, у меня GPS забрали. У меня GPS нет, а потом сливаешься на с местности. Угу. И если вдруг с нас какой-нибудь парень, то лупанет, его ждет виндетта из-за кустов. Да, Джек Шепард, а я что умеет, то он умеет нас снимать людей. А я вот Джек Шепард, а тебя Артур вижу отлично, а его в его камуфляже вообще проти. Я вижу его, но очень плохо. Да, да, сливается вообще. Я думаю, что я тебе скоро, если мы подойдем к кому-нибудь к городу и ты будешь крыть, то я думаю, я тебе дам кому-нибудь пляж со снайперкой. А ты не сможешь его снять с себя. Почему? У меня есть простая одежда с собой. А, тогда сможешь. Я ее одену и тебе это подам. Мы договорились. Тогда мы уже распределили наши роли. Ну, мы только что увидели, что снайпер с тебя очень хороший, потому что я был... Не знаю, даже если бы у меня гаубиц, я бы не попал по нему в движение. На самом деле, ДМР не очень удачная снайперская винтовка для меня. Я люблю, которые есть из Роинг, чтобы можно было из километра парня принять. А так? Ну, вот М24, на мой взгляд, неплохая была. Я с ней пострелял. М24, это стойка, с которой ты пробегал 50 серий не сделанного выстрела? Ну, я между сериями просто... Как только я ее нашел, я увидел корову, и пока эти бежали ее разделывать, я бошку прострелил. Гуманно. Ну, вообще, я просто запускаю редактор, и в нем из нее пристрелялся, то есть, Зеленогорск. Там есть же вот этот магазин, где машина спаунится. Я просчитывал ситуацию, если я сижу на пушке, чтобы с нее можно было попадать. И ничего, нормально. Хорошо, приедем тут, если я верю, с кардиналами. Ну, давай. А я как раз вас догоню. Ну, что у меня он, видимо, либо в Камо, либо почему, но я бегу медленнее. Почему? Не знаю. Тридцать седьмой, двадцать третий. Так, мы именно к Грозовому перевалу идем, или к Скалке? Мы идем в Скалку. Скалку. Ага, Скалка у нас это... Блин. У меня колесик мыши ломается, теперь у меня мышка ломается. Отлично. 0202, короче, Скалка у нас. Мы идем великолепно, пошли. Вы готовы? Да, да, да. Джек Шепард, ты с нами? Ну, Скалку не вижу в глаза ничего, ну ладно, а она дали, кстати, поплыва на кредит. Через 20 сентября я увидел поплыва, про который ты говорила. Ну, да, был дел. Короче, Скалка у нас не вернула, я мою пушку, с которой я был, у которой мне забрали нечестного, то она тоже была самая шагом, да? Патроны света, да. Личность, один я счастлив. А вот почему, что ты убыстрей бегаешь, потому что у нас принятие, ты не видишь, что ли? А мы с тобой сейчас, я бежим, что ли? Ну, ребят, когда пушаешь и пьешь, ты двигаешь быстрее, пока. Так что не удивляйся тому, что от тебя отрывают временами спринтуем. Ну, я же два раза вое нажал, ничего не происходит. Вот бегу как бегу. А вы тут и на самом деле тяжело. Он и снова руками щекет со стороны. Ну, у меня есть или находит? Может, покормишь его? Шэм, да. Сейчас я поеду. Ну, у меня, блин, у вас есть... А, у меня же банка бобов подкрут. Откуда у меня банк? У меня есть банк. Испарк. Слушайте, вот действительно, как все из башки вылетело. Мне ж мясо дали поесть. Ну, тот парень согласился отдать мне мясо. У меня хитпак откуда-то появился. Еще одно были утоляющие. Вот хитпак, если ты не против, я тебя конфискую в скором времени. Я его только что выкинул на землю. О, окей. Теперь не найдите уже, я вам гарантирую. Не-не, я его вижу. А вон он светится, да? А, вот все увидел, да. Кстати, в последних обновлениях, вот на этом вот, кстати, обновление, которое мы сейчас играем, на нем тоже анимация зомби поправлена. Да, да. Замечательно. И добавили какую-то возможность заражения в итоге. Потому что было то, что в свое время, помните, я там этот, чихал постоянно. Да, 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 чихал, кашлял. А, когда ты чихал, кашлял, тогда температура падала. Да, температура, но она началась после укуса. Там было как-то все забаговано достаточно. Для снайпера это самое печальное событие, когда ты начинаешь кашлять, потому что прицел начинает струститься. Я видел этот ролик на ютубе, как он, эстонский снайпер что ли называется. Там как раз выцеливает и... Как и шлинул в момент выстрела. Кашлянул убил там, короче, вокруг него человек 15. Потом в итоге все-таки в него попал. Ну, прикольный ролик такой. Самое главное, что зомби теперь через стены не бьют. Но их стали респать в маленьких домиках и амбарах, ангарах. И это все выглядит пока что очень глупо. Ну, с одной стороны, это выглядит глупо, но с другой стороны, это, на мой взгляд, вполне логично. И этого стоило ожидать. Я уже представляю, что зомби с отомби-чатой домина, ты не смотришь. Ну, мы в начале серии сказали, вот у нас карма такая, не найдем машину, и тут парень прямо на квадроцикле, вот прямо сюда, в этот кусочек карты. Да, и сейчас опять начнут писать, что он был топленный. Да, да, да. Он специально сюда ехал. Я узнал его никому. Он вместе с ними на каждом сервере. Все построено. А про лягушек не забыли, ну, прикунов, как вы называете, они же теперь реально опасны. Они теперь бегают, прыгают. Ну, я не знаю, да, не смогу них анимация теперь гораздо быстрее, и в голову инфер практически невозможно попасть, приходится всаживать полную. Мы не перестали быть плановом, да. Где? Справа. А, вот так, только для сильных игроков, если ты его прихода, что будет неплохо. Да, блин. Ладно, пошивёт. Да я по нему не попаду просто, ну, иди сюда, ладно. Ну, ты меня балладим. Я потом сделаю видео, как я сломал, плеваю зайца, я очень хочу. Когда добавят лишнее оружие, лишнего боя. Представляю, так, за 100 метров за 100 начал снимать такой «Итак, я подкрадываюсь к этому кемперу». К лицному кемперу. Он, кстати, остановился. Все, он мое. Все, он мое. Все, он мое. Я иду его убивать, все, я иду его убивать, он мое. Давай, давай, давай. Иди ко мне. А я смотрю на твою шизофрению, как ты за пустотой бежишь сейчас и... Вот он, вот он, вот он, вот он. Прощай. Мы потеряли джека. Стрельнул в землю, я показываю. Акцентирую ваше внимание на земле. Я понял. Разделывает землю. Я разделываю тень от земли. По-моему, то боль в Италии еще была лишним, да? Да, действительно. Жать. Что ты там берешь-то? Кусок мяса. Прикинь. Может, тебе и друзья воображаем, ты вообще один бегаешь здесь. К дереву подошел, смотри. Так, я сейчас буду делать этот. Я сейчас буду делать это интересно, я буду делать... У меня топорика нет. У меня есть топорик. Ну, они здесь целая куча, ну, блин, я просто думал сразу, сразу же зажали, пока мы идут в лесу. Конечно. Ты костерчик решил развести что-то? Да, разведи костерчик, пожалуйста. Так, ну, пожарим нас. Есть. А спичку у тебя есть, устрел? Все есть. Ну, когда я не нужен, я буду в кусте прятаться. Давай. Да, я не нужен. Так, не замерзнется. Так, давай. О, кстерчик вижу. Ага. Light fire. Жгу-жгу. Давай. Ну, блин, как мне эта винтовка нравится? Конечно, мне больше другая своя нравилась, PM16. С ококом, по-моему. Нет, у этого есть. А вот твои, по-моему, фонарик есть, да? Да. Упал, по-моему. И забудь потушить. Готовить мясо. Ну да, я следую за ним не буду оставлять. Именно. Почему у тебя такие ботинки паливные? С таким компляжем. Это же капельно. Ну, можешь снять их. Гуки в ботинках. Интересно, какой размер у луки. Так, все, потушили. Все, идем, да. Рванули. Мы, кстати, почти на месте. Какой почти на месте? У нас же 0,202 квадрат. Я вас подбадриваю. Вы почти пришли. А, вот, понятно. Мы уже почти. Не 0,202. 0,2824. А ну, давай оценим. 2824. Да, мы уже почти тут. Сейчас мы, давай, наверное, по лесовой стороне лучше пройдем. Ну, не, я просто осмотреться. Как бы я и не стал подниматься из-под результата. Мы как раз посетили кастрика, попалились, силы восстановились, можем на спринте бежать. Да. Вот. Звездно, могу бегать быстро. Артур нет. Тоже может, просто он не хочет. А, вот, да. Выперегонки. Он экономит силы. Да у меня старый уже, лысый, дяденький, видите. Ммм, зато на опыте. Да. Опыта. Блин, Джек Шепард, как ты меня спас тогда? Когда с завода выходили. Молодца. Это да. Напомни. Мне. Пас заднюю полусферу. Напомните мне, а то я не в теме. Ну, когда на нас был человек, напал, а не в теме. На заводе, на афекте, на этом, около Березина. То есть вниз, рядом с Поляной. Ярослав, когда напал. Субботничный серий. Маш, посмотреть потом. Ну и как на Ярослав, на вас нападал я это видел. Потом снайпер пошел нас убивать. Это было настолько по-дилетански, что... Ну, я вообще не знаю. Как можно знать позицию врага не убить его? Ну, это... Самое-то главное, мы-то думали, что это все, как бы, ну, поначалу-то вообще, когда первого убили, думали, что это все спонтанно. Ну, просто игрок там какой-то левый. Потом, когда уже второй побежал, убили, поняли, кто это уже понижен. Народ Али говорит. Подстроено все. Дело в том, что у нас в тот момент на фильтре просто стояло, как и Ярослав, потому что мы с ним играли. Бета-патч такой-то такой-то, там все консиллеров там высвечивалось. Там найти было не очень сложно у нас. По моему нику, сержант Шепард, они поняли, что это я. У Артур это был Олдман уже нет. Ну, было весело. Да, было весело. И потом мы поняли к середине серии, что я всех убил в итоге. Ой, я отдыхаться начинаю. Пока нормально. Кстати, Артур, помнишь, ты говорил про отверстие в винтовке? Мне человек написал, что это для того, чтобы она была легче, и в нее ничего сувать не надо. Секунду, у нас же стрела отваливается. А у меня вообще... Продолжаем, у нас тут человек вылетел, у него выключили свет. К счастью, его не выкинуло в пустыню, как раз то, про что он говорил. Да. Иди нас тогда дальше. Повезло, пойдем. Вообще, нам, по идее, бежать еще минут пять. Минута три. Даже три. Если место, оно точно не прикормленное. Точно не прикормленное. Я, видимо, когда лежал там, ну, прикрывал сам Урал и ждал своих друзей, когда они несли колеса, я дождался до ребута сервера и крылся в пустыне, поэтому там никого не было. Просто, ну, по-любому, место может быть прикормленное. Это моя паранойя, как обычно говорит во мне. Но мы, конечно, проверим сначала. Чтобы бежать далеко, естественно. Пасет кто-нибудь, не пасет там. Сначала мы все грамотно посмотрим. А людей на сервере не так, чтобы много, но там есть Ахмад, я думаю. Не так, чтобы много, но мы уже парня на квадроцикле приняли. Да. Подобие руки. И я думаю, что вполне возможно, он сейчас начнет кричать о месте, побежит сюда. Кстати, время два часа. Да, сейчас выключим. Это прекрасно. А с чего вы взяли, что он не ехал как раз-таки проверить Урал? Ну, кстати, вполне можно будет ехать, по-моему. Нет, он подобрался до севера, до самого, и потом мог просто по горам, по глядей ехать. Чтобы избегать контакта. Ахмад, да, и тут такие три. Диага. Буки, человек с синий-белым лицом, да, и сам пишет. Самое интересное, он вообще понял, что его убило? Ультимый тим у нас. Я сомневаюсь, честно говоря, он же нас не убил, далеко был. Да, ну, кто-то же не был, сразу же. Потому что я первым не попал, а вторым сбил его прямо из седла. Расшарашивало. Ага. Он едет такой, не знаю, под какую-нибудь музыку из-за того, да. Но адреналин в праве было немерено. Не знаю, я как-то очень спокойно был. Я уже привык ко всем к этим делам похоже. Я помню, что я же понял. О, куда стрелял. Где он говорит, мужик едет, я такой, где кто. А тут заметил, я тоже не слышал. Наушники хорошие. Мы по-моему на месте. Короче говоря, на месте. То есть, может, надо присесть, нет, берем. Сейчас будем на месте, так, чтобы на месте. Ну так, да, сейчас я посмотрю еще раз. Наш квадрат 17-19, а это значит 17-19. Где же скалка? А, скалка ниже. Видим на юг. На юг. Да, я уже вижу тот завод. Там завод есть? Да, по-видимому. В него нельзя зайти, но там написано, что промышленная местность. Как все-таки круто бежать куда-то за транспортом, но знать, что он там как бы... То есть, вероятно, какой-то шанс, что он там будет, да. Ну, урал сейчас очень часто стали матерые ребята забирать. Как думаете, почему? Потому что это русские, наверное, ребята. Нет, потому что он... Сколько влезает? Вот-вот. В него влезает 100 слотов. Они в нем складируют и оружие, и все, что хочешь. Так, ну вот здесь. Вот здесь можно перейти на корточки. А по человекам? Человеков? Человеков? Сколько людей? Да трое. Человеков? Твоя может быть. А, нет, а в этом... В кузове. Может быть, в кузове еще... Никаке не знаю, честно, не следят. Ну, я думаю, явно больше, чем в аранжеровере даже. Так, уже, по-моему, пора осматриваться потихоньку. Да, да. Ну, вроде вот тут такие места, с которых почти никто не будет. Исток, кто-то завяжет, нет. Да, мы почти пришли. Раскаемся аккуратно. Так, то вроде спокойно все. Спокойно все, пока следят не начать. Да, да, да. Но я пока продерживаюсь этой версии, что это действительно было разведчик насчет Урала. Ему там больше нечего было делать. Да. На подходах так. Не Урала, там нет парня. На шоку, надо заходить. Заходить, да. Сейчас представляете, вертолет по нашему душу прилетит. Ну, это я собью, не переживаю. Да я не парюсь, я просто хочу это увидеть. Нет, один раз слетал. Ладно, конечно, не хочу про это рассказывать. Опять скажешь, что между сериями все самое. Просто так играл ради фана. И вертолет летал как раз где-то вот по береговой линии. И люди с боковых пулеметов шарашили на любое движение. Было круто, весело. Так, вот сейчас мы аккуратненько высадим свои головы из леса и посмотрим по сторонам. Да, да. Видите впереди завод? А, да. Наша цель. Знакомьтесь, завод Blackjack. Blackjack завод. Очень приятно. Так, я вот тут вот сейчас две сосенки торчат, я между ними залезу. Из бенотки что ли попали? Да, тут надо... У меня есть дальномер, если че. Был, наверное. У меня есть дальномер. У меня уже, наверное, был. Ну-ка, че он у меня застанет? Дальномер. Нет, наверное, не надо. Ну, само, короче говоря, эта постройка сама прячется за складкой местности. Не видно, есть там. Там, по-моему, там есть Урал. Вроде как я его вижу. Он же с тентом, да? Он под навесом должен стоять. Я вижу что-то типа светлого, крышка. Я пока просматриваю горы рядом, а потом посмотрим, может, что там. Там, кстати, зомби убитый лежит. Видите дальше? А, возможно, он упал, разбился. Нет, он дальше где-то метрах, наверное, двадцати лежит у дороги зомби. Алло, оп, я лежит напрягу. А, это заяц. Господи. Тут дальше по дороге, уходящей от этого завода, лежит четыре зомби убитых. Левее или правее? Ну, если ты смотришь отсюда, то вдаль, за ним, идет дорога. Чуть-чуть правее от него. И вот рядом с ней лежат... Блин, как бы тебе сейчас по конкурсу... Это корни. Я тоже думал, что трупы зомби. Это корни. Один из них между двух кустов, да? Да. Это корни. Это корни деревьев. Я по началу тоже думал, что это зомби мертвый. Снайпер мертвый зомби. Я уже думаю, что происходит, да? Вместо снайпера заяц лежит дарь. Мы идем с горочек, и мы лучше все увидим. Согласен? Да, на левую горку все же посмотреть, вон там на камушке. Так, ну хорошо. Есть там какие-то супостаты или нет? Я Джека Шепарда абсолютно не вижу в таком камуфляже. Да его вообще... Блин, Джек Шепард еще иногда сам любит теряться. Вон он бежит. А, да, точно. И потом он такой... Ну ты же меня, наверное, видишь, скажи, где ты находишься. Я его хрену видишь, он как этот. Леший, есть, леший. Он нарост, он нарост. Кстати говоря, здесь вот уже по окушке побежать в полный рост достаточно опасно, потому что расстояние видны палки. Засечь, засечь легко. Да, мне кажется, если кто-то палит именно вот мотоцикл, то вряд ли они будут вот сюда именно в нашли осмотреть. Отсюда можно завод так-то посмотреть. Так, еще дальше обойдем. Да. Или через поле пройдем. Да ко мне дойдем, я думаю, да. На самом деле урал должен быть вот под тем навесом, и, к сожалению, я его не вижу. Только не говори, что наш карман переборол у твоей. Все-таки да. Нету, да. Так, давайте перебежим, наверное, через поле. Судя по всему, нет. Ну, давай, попробуем. Только нужно подальше друг от друга держаться, что ли. Я уже перешел, я уже у елочки. Хорошо. Я добежал до первых елочек, что у вас, наверное. Тут можно быстрее вывести распространение. Я вообще вас не вижу. Наса, мы друг друга видим. Да, мы подпадаем. Смотрите на скалы. На скалы, смотрю. Вот, вы прямо перед ними, что ли, уже? Да. А, ну я-то к ним еще подхожу. Давай. Я пока пытаюсь тебя засечь. Ну, я вижу вас. Прекрасно. А, я тебя тоже вижу. Агу. Место примерное здесь, может, палатка могут быть. Но, я напоминаю, здесь в пустыне появляются люди, так что вряд ли. А, да-да-да. Тогда тут палаток не будет. Ну, что, следующий пункт следствия. Мы сейчас, конечно, сходим туда, наверное, посмотрим, что у нас там. Как на это смотрите. Робяты. А там не заходные же помещения? Нет, не заходные. Блин. Да, нету в Рала. Да, там вообще ничего нет. Следующий, наверное, пункт наш. Зеленая гора. Машина! Машина! Друг мой, деда. Я прям за камнями. Здесь машина. Она с теми колесами, но она для двоих помещиков, которые мы тут находили. Пикап-чет? Да-да-да. Он тут, он тут, он тут. Прям за камнями. А, вот. Нет, твоя карма все-таки зарубляет. Я там про Ауру все рассказывал. Да-да-да, но нашел я. Вот, отлично, вот смотри, 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 за этой горкой. Только я бы постеснялся заходить туда. Точно. Говорю ведь. Так она на полном ходу. Полностью целая, я ей говорю. Ребята, ребята. А она разве на, она разве на двоих? Давайте я в багажнике поеду. Я могу тоже на багажнике. Давай, подождите. Сначала мы должны ее обыскивать. Так, вы давайте ее обыскиваете. Я посмотрю, что там. А там внутри пусто. Тут тут, что ли? Нам нужна канистра срочно. А там нету этой бензины. Подождите, давайте мы вообще посмотрим, мы втроем не влезаем. Она ждут местных, по-моему. Влезаем, влезаем. Ну, бензина, я бы не сказал, что много, и я бы не сказал, что мало. Я сяду на половину первого отделения, короче. Сел? Так, и сел. Болен, какая красавица. Да, он не будет сюда, ребят. Нет, 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 нет. Лучший движок. Не могу здесь назад пушить. Нет, я же говорю вам, двух местных. Что ты будешь делать? А нет, right in the back, оно. Нет, это он как раз сядет. Да, да, на пассажир. Блин. Ну, что делать? Теперь знаем, нычку. Так, ну я из вредности сейчас кое-что сделаю. Я так и понял. Давай, по колесу смали. Если есть, так не откусает, да? Ничего с машины снять ведь нельзя. С этой нет она. Давай в одну ячковку. Все. Красава. А в запаску можно, она сдуется, нет? Нет, запаску снять нельзя. Слышишь, она из... Смотри, как она выглядит с этими колесами, с пробитыми. Она просто поворачивает будет, по-моему, прекрасно. У кого-нибудь есть, и граната? Нет. Тихо. Аккуратно. Я хочу из горки скатить. Я же могу выскочить, да? Можешь, но... Можешь, но ноги, может, плавать. Ну, давай мы тебя подстрахуем. Парк, 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 парк. Парк, парк. Парк, парк. Две машины за серию, бля. Не выпрыгивай из машины. И Джек не делает. Парк. Нормально. Вот так оставь, пусть бензин жрет. Давайте вообще с этой серии, может, бандитцуют по-черкному, так что на то пошло. Бандитцут, давай. Будем полными сволочами. Прям уж по-черному тогда. Да, увидел, убил, не отпустил. Давайте тогда не совсем по-полному, а только с тех, с кого можем получить пруфит. Да, то есть кепок не будем убивать, потому что мы смысл. Ребят, понятно. Ладно, это, по-моему, вполне себе так будет оправданием нам. Давайте, ребята, вы там, может, кому-нибудь GPS отдать. Потому что у меня колесико мыши сломано, оно, если я приближаю, оно удаляется сразу же на такое же состояние. А ты поставил метку, я ее вижу, кстати. А, ну, кто-то поставил метку. Видите? Вот мои зрители, наверное, видят, я колесо прокручиваю, оно обратно прокручивается в такой же состоянии. Поэтому мне сейчас не вариант, чтобы увеличить, уменьшать. Я могу просто понимать, что я лучше за вами буду бежать. Давай, что-то мне скинь пока. Скинь Джеку, а я поведу. Давайте, наверное, в следующая наша цель, где зеленая города. Да, зеленая гора. Там, надеюсь, машина будет. Тоже надеюсь, пойдем. Почему вот с этой машиной нельзя было ничего снять? Ну, бы ее разобрали по частям. Уже две машины нашли, обалдеть. В черных кварталах и Америки, да? Ну, гетто. На кирпичке поставили. На кирпичке поставили. И записку. Здесь были, блядь, Джек, Шестрила. Мы, кстати, опять подходим к этому. К заводу. Вот завод, видите, навесик, вот прямо там и вход такой, в который нельзя зайти. Вот под треугольным, да, стоит уральчик. Хорошо. И эта машина была чья-то, в которой только что мы сели. Ну, понятно, что она сама там не привезла. Возможно, хозяин машины сейчас ехал на квадроцикле. Возможно, хозяин машины сейчас матерится, смотрит это видео, пишет бешеные комментарии с ним. Вы знаете, сколько человек нам напишут, что это были, это я был на квадроцикле, это была моя машина, мой квадроцикл. Так, ну, что мы с вами сегодня, я лично не говорю желанию переходить, я тоже не гадю. Я думаю, по левой стороне пройдем. Азимут, какой вообще, примерно? Нам нужно пройти вдоль дороги. Да, в принципе, что я спрашиваю, у вас GPS, вам азимутов не нужно. Я просто за вами бегу. Да, двигаться с нами, я просто как бы по GPS-то тоже особо. Я по спине ориентируюсь, что стрелы, я по компасу ориентируюсь. Тихо-машина едет, нет? Нет, это у Джека Шепарда из окна похоже было. Да-да-да, там, у него там жарко очень, у меня сегодня холодно. Да, так что, если бы какие-то посторонние звуки, извините меня, ну, реально жарко. Это не вертолеты и не машины, это на улице. Почему у тебя хорош, все-таки наушники, да? Пятиметр хак-на. Не, ну, я все-таки услышал этого квадроциклиста. Да. А здесь, я думаю, нет смысла бежать вот так вот, полуэтот. Да, ты прав. По пустышке-то, если, блин, будет снайпер уровня, как ты, то мы точно спали. Снайпер уровня, как я, здесь не ходят. Да, они компеляют. Необычно, да, на старых соборах, на военных аэропортах, вот в тех краях. Да. Хотя я помню, встретил как-то раз клан фанатиков, и у них была база на дамбе победы, очень много палаток, и они посменно менялись. На горке охранял снайпер всегда лагерь. Вот, вот так и нужно играть. Ой, пить хочу, пить хочу. То есть нужно как-то, блин, жить в этой игре, а не просто воспринимать, как, какой-нибудь, там, унтер-страйк. Да, все получится. И та, вопросов не будет. Че в серии мало так всего? Ага. Че вы ходите по лесу? Здесь 225 километров. Из них, не знаю, почти все, это лес. В комментариях одной серии написано, особенно понравилось тот момент, когда они по лесу бегали. Да, да. И ты думаешь, какой момент? Это с первой минуты по 47-му? И тайм-код еще, да, с первой по 47-му стоит. А, клявер-топчет вперед, ладно. А вы куда-то не в ту сторону, ребятушки, побежали. Не, 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 я просто в маленьком удалении держуся, Джек Шепард, похоже, за мной решил бежать. А, я уж как-то за тобой попрыгну. Так, я пить хочу. А у меня есть еще пить. Я попил соду. Вы всех, кому фляжа, хаял. Человек палево. Дайте попить, нечемте. А, давай. Я вот тут у елочки. Я ему дам. Я ему дам. Надо будет писать, что есть. Три полных фляги с водой и одна баночка с газиров. Аккур в сумке лежит для тебя, в моей. Можешь взять ботулку воды. Угу, сейчас. Я пока вас покрою. Ботулку, ботулку. Мало ли. Так, хорошо. Спасибо. Не вопрос. Так, выпил. Теперь не дает устых фляги. Надо будет их наполнить. Как что-то. Что-то на этом серии темно. Несмотря на то, что 2 часа дня. Да, не так. Я вот, например, у меня чуть повыше приход сидеть на уровне монитора. Низкие настройки графики рулят. Да и продвигаешь хаткор в массу, да. Так, а кто-то снова бежит. Я снова как-то так, знаешь, уже ду иду за тобой, потом бомбат смотрю слева такая. Нет, у нас рулевой хороший теперь есть. Не будешь страдать от моего кретинизма топографического. Блин, как мне понравилось это выражение. Я постоянно использую, что сказал. Кретинизм, не татология генетики. Так, ты отстал опять? А, нет, они все рядом. Да он просто... Это просто. Сливается. Просто Джеки. Да, это гора, вижу гору, вижу гору, все. Гору. Зеленый гора, да? Мы что, так быстро в нее дошли? Нет, нет, нет. Нет, я просто говорю. Давайте, наверное, весь рост, чем это. Да, я тоже как-то как-то, как-то, получится. Интересно, сколько за эту серию я найду вышек? Вышек? По идее, кстати, серию уже пора бы заканчивать, но я думаю, сейчас до чего-то доберем. Когда вылетел шестерила, я времени не остановил. И сейчас пока мы его... И вообще, первые 3,7 месяца спуск будет побольше. Ну еще минута پид stylist. Поднимусь. Сегодня у нас никто никуда не торопится. Слава богу. О, 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 о. О, о, о. Кто пить хотел в целое озеро? Так, ребяте, ребята, полный. Я к этим озером, у меня для пола, дверяги пустые, я выхожу. К этим озерам я уже плохо отношусь. не подходите рюкзак с ними пол смысл утопились ремонт да так это нормально и его надо было мне готовить когда то сейчас же переработать с целью не дать мне даже воздухами новость для меня я бы только что газировку выпил блин хочется газировки все же наверно сразу попью и наберу счет я вот только что попил короче говоря я пропал провалился между камнем и камышами на одном таком озере не мог оттуда выбраться из меня все выпало и даже бэкпэк потом я зашел на другой сервер к удивлению я точно так же там висел на одном месте короче пришлось я оттуда выбрался через кнопку В то есть перепрыгивание через забор но после этого ко всем этим озерам вообще блин просто только что хотел тискать кнопку я пробовал и ты говоришь сделал видишь аэропорт рядом с которым мы сейчас а северо-восточный там есть черное озеро там спавнилась два внедорожника около Красностава да и я решил туда сходить и тоже застрял и тут убирался кнопкой В но печаль состояла в том что на моей дороге был обрыв я сломал себе обе ноги но выбрался я выбрался без ноги раньше вообще тупо было тупо рулетка была на середину озера заплываешь либо утонешь то есть потеряешь все вещи либо наберешь нормальную воду это сейчас можно просто подходить где-то в метре находишься от воды уже можешь набирать а говорят из моря теперь нельзя набирать воду нельзя потому что она соленая прекрасно вообще игра все лучше и лучше становится да скоро можно будет патроны перемещать наверное из магазина вот чтобы знаете остается 4 магазина и в каждом по патрончику некоторые говорят когда мол вот серии будете прекращать постоянно что-то новое было постоянно интересное пока игра развивается это в игре такая атмосфера просто что скучно быть не может просто никогда да ну скучно будет только тому кто не может себе поставить цели что именно он хочет делать в этой игре в стадии в целом вот опять кистре так и нам думали же это дом давайте оценим вот как я думал по словам я не знаю пока сверху квадрата вы посмотрите что я думаю пока что убивают зомби я наверно я не могу зимов у меня и глушак нет здесь просто санкетисты нет это было я не знаю я вообще просто видел зомби его так слову тут у нас пистолет есть с глушаками по идее и патронов к ним куча ну как куча в принципе да но у тебя тоже не куча патронов на эту тему зато по 30 выстрелов на каждой обойме которых у меня 8 штук 8 а ну тогда все вопросы нет у меня немножко печальные новости скоро леса полоса кончится нет мы идем нам придется попали да леса скоро не будет это мы сейчас где находимся процент рядом с лопатина вот словно рисунок я поделюсь мне кто нибудь карту процент между 20 я могу честно отдал но я что тут поэтому даже нет в смысле карты не житей садов прошу понимать вообще примерно где нахожусь мы примерно сантиметров 8 от лопатина вверх смотришь при каком приближении ну да то есть по квадратам да да масштаб именно по большим квадратам а понятно так ну ладно че идем рванем а ты где такой вообще на физию себе нашел раскраску я там только зомби видел я видел какую да зовут его вильям какой то так это был фильм 8 храброе сердце короче фильм по моему называется о наглец еще один наглец в принципе в чем мы наглецем ну я по дорогам уже вообще не хожу никогда нет вообще он правильно говорит но такое глухое место нам простите это так мы тут как бы там и царей мы нашли две машины и учителя какого-то бедного человека на подроцепле это наша территория да и мы ее дуем второе я считаю уже времени прошло между делом в принципе у нас по моим часам 34 минуты но плюс минут 15 10 где мы там бегали с машиной так что можно вот здесь на опушке закончить ну давайте давайте закончим так где же там буквально рядом встать я напоследок скажи как перекатываться я участвую ну вот ты ложишься ложишься блин офигеть ну я парал ролл ладно ладно все садимся так ну в общем дорогие зрители на этом мы заканчиваем с полезным приобретением у нас отличный игрок с нами шустрила я очень рад что он с нами играет попрощайтесь бойцы всем пока всем пока увидимся в следующих сериях с вами были артур блэк джек шепард и шустрила надеюсь вам понравилось пока 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 восьмом 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok